Множество информационных роликов в интернете напоминают гражданам о том, что заплатив налоги, можно спать спокойно. Каждый год физические лица, у которых есть какое-либо имущество, получают уведомление об оплате налогов. Однако разобраться в огромном количестве цифр и формулировок могут далеко не все. Новый раздел официального сайта ФНС «Налоговые уведомления» поможет определиться с порядком начисления налогов физлицам. Этот ресурс очень простой в обращении. Наглядно здесь расписан каждый налог. Его все показатели – это налоговая база, ставка налога и прописаны также льготы. Из чего состоит уведомление, как происходит расчет, с какими непредвиденными ситуациями может столкнуться налогоплательщик, что изменилось в системе налогообложения в этом году. Новый раздел помогает ответить на самые популярные вопросы граждан. Причем получить необходимую информацию можно без регистрации и входа в личный кабинет. Мы можем увидеть механизм расчета каждого налога. Налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога. В каждом налоге прописаны налоговая база, ставки налога и суммы, подлежащие к оплате. Для желающих получить обратную связь по конкретной ситуации создан специальный раздел. Оставить свое обращение можно на сайте инспекции. Для этого достаточно указать номер налогового уведомления. Новый раздел может также рассказать об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в этом году. Одни из таких касаются пенсионеров и других льготных категорий граждан. Если площадь земельного участка 6 соток, то налог мы не начисляем. И такой земельный участок в налоговом уведомлении не будет отображаться. Если площадь составляет более 6 соток, за оставшуюся площадь налог будет рассчитан. В этом году в уведомлении появилась строка «Налог на доходы физических лиц». Им облагаются те, из чьих доходов в течение года по разным причинам не был удержан подоходный налог. «Физическое лицо получит уведомление, где будет прописано номинование налогового агента и сумма, подлежащая к оплате. Квитанция к налоговому уведомлению также прилагается». Оплатить налоги следует до 3 декабря. Сделать это можно в отделении банка или онлайн. За несвоевременную оплату по закону будет начисляться штраф. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.